МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе «Тема дня». Подходя к углу, один резко подбежал, сказал привет и сразу ударил. Потерял где-то сознание секунд на 20, наверное. В Новосибирске неизвестные совершили нападение на депутата-коммуниста, который неоднократно выступал с острой критикой районной власти. Сложилось такое ощущение в словах заместителя генерального прокурора, что мы виноваты. В чем-то мы сами не знаем, в чем мы виноваты. Участники тракторного марша встретились с заместителем генерального прокурора Российской Федерации. Выполнено самым изначально нами прогнозировавшимся варварским способом. Правительство России отчиталось о результатах выполнения майских указов президента. Вы развиваетесь. Ну и в день первого нашего знакомства я желаю вам успехов. Совхоз Звениговский посетил временно исполняющие обязанности главы республики Мариел. В Новосибирске двое неизвестных напали на депутата Совета депутатов Новосибирского района Павла Батина. Инцидент произошел вскоре после сессии райсовета, где член фракции КПРФ выступил с острой критикой районной власти. И подходя к углу, один резко подбежал, сказал привет и сразу ударил. Потерял где-то сознание, секунд на 20, наверное. Потом слышу крики, что соседи, видимо, подбежали, люди, кто шли. Сосед был, поднял меня, ну, крикнули, что творите. Ну, потом уже смотрю, убегают двое. Сразу после нападения Павел Батин написал заявление в полицию. Сразу же вызвали полицию, да, написали, написал заявление дважды, потому что, видимо, узнали, что депутат приехали повторно, взяли повторное заявление, более подробное. Сразу же поехал в больницу, где-то час зашивали нижнюю губу, почти насквозь пробили. Сказали, что били, ну, чем-то железное. Павел Батин не исключает, что нападение произошло в связи с его депутатской деятельностью. По словам коммуниста, он часто высказывал критику по поводу решений администрации Новосибирского района, в том числе и по поводу внесения изменений в устав и бюджет муниципального образования. На последней сессии, как раз она была в четверг, нападение произошло в пятницу. Получилось, что мы за день узнаем, что была вставлена еще одна поправка, которая не согласовывалась. Прошло голосование, и аппарат совета неправильно посчитал голоса. Коллега мой по фракции сказал, что он не голосовал. Мне пришлось тут как бы встать и объявить, давайте переголосовывать, давайте поднимем руки, кто как голосовал еще раз. Ну и тем самым вопрос у администрации не прошел. Павел опасается не только за свою жизнь и здоровье, но и за членов семьи. Он надеется, что освещение вопросов СМИ поспособствует тому, чтобы преступники были найдены и понесли наказание. В Ростове-на-Дону кубанские фермеры, участники тракторного марша, встретились с представителями Генеральной прокуратуры. Аграрии вновь подняли вопрос о том, что крупные агрохолдинги продолжают незаконный отъем их земель. Подробности в материале Рустама Сабанчеева. Встреча кубанских фермеров с новым замгенпрокурора в Южном федеральном округе Андреем Кикотем должна была символизировать собой начало новых отношений бизнеса и правоохранительных структур. Кикоть недавно сменил на этой должности Сергея Воробьева, с личностью которого многие связывали проблемы предпринимательского сообщества. Новый замгенпрокурора сразу взялся решать сложную, наболевшую проблему кубанских аграриев. Ради встречи с ним участники тракторного марша и прибыли в Ростов. Но, как оказалось, прокуратуре готовы были принять далеко не всех фермеров. Из 10 фермеров, которые сюда приехали, только 4 были участники тракторного марша. Остальные были направлены в администрацию Краснодарского края для создания, скажем так, массовости. Фермеров, участников тракторного марша, которые приехали, около 30 человек, на встречу не пустили. А впустили филированных фермеров, которые рассказывали про то, как хорошо работает администрация и прокуратура. И все же участникам тракторного марша удалось поговорить с Андреем Кикотьем. Они рассказали, что правоохранительные органы, которые должны были по поручению президента провести комплексную проверку соблюдения земельного законодательства в регионе, бездействуют. Так как я участник тракторного марша, и мы собирались в второй тракторный марш на Москву к Владимиру Владимировичу, мы просто хотели рассказать, что ни первая рабочая группа, ни вторая рабочая группа практически не изменили ничего. Как захватывали фермерские хозяйства, так их и захватывают. На это новый замгенпрокурора ответил, что фермерам нужно перестать быть политическим инструментом некоторых людей. Кто эти люди, он не уточнил. Могу сказать, что я понимаю, что кто-то из вас, наверное, кого-то из вас захватывают эмоции, как вам кажется, от несправедливости. Но при этом я считаю, что однозначно, что не нужно делать, так это становиться политическим инструментом людей, которые уже уж точно не нацелены и не преследуют цели вам помочь. Вдобавок к этому Андрей Кикоть посоветовал фермерам обращаться в правоохранительные органы. Если вы считаете, что вы правы, если правда на вашей стороне, вы можете это мотивированно доказать, я считаю, что вы должны знать, наверное, абсолютно четко, что есть иные способы решения проблем. Абсолютно законные, уж точно могу сказать, что более эффективные, чем вы в свою очередь приняли, это обращение высшестоящей инстанции. Фермеры, в свою очередь, отметили, что во все возможные инстанции они обращались уже давно. Я считаю, что это не просто, это не соответствует действительности, потому что прежде чем начинались все эти тракторные марши, у нас куча, тонны уже документов, всяких обращений наших, вплоть даже и до администрации президента. Не говоря уже, начиная местные прокуратуры, районные, краевые, генеральные прокуратуры, совет федерации, администрация президента, государственная дума. Сложилось такое ощущение в словах заместителя генерального прокурора, что мы виноваты, в чем-то мы сами не знаем, в чем мы виноваты. Мы просим просто разобраться по закону. Есть закон, давайте жить по закону. И все же аграрии не оставляют надежд на то, что земельный вопрос с приходом к должности нового замгенпрокурора в Южном федеральном округе решится. В противном случае протесты будут продолжаться. Рустам Сабанчеев, «Красная линия». Народное предприятие «Совхоз Звениговский» посетил временно исполняющие обязанности главы республики Мариэл Александр Евстифеев. Стоит отметить, что Евстифеев – первый руководитель региона, который посетил предприятие за последние 16 лет. Глава республики осмотрел производственные комплексы холдинга. После экскурсии Александр Евстифеев встретился с работниками предприятия. Применительно к вашему коллективу дела обстоят достойно, потому что вы работаете рентабельно, вы работаете, заглядывая не только в завтрашние, но и перспективные, послезавтрашние и другие дни. Вы развиваетесь, ну и в день первого нашего знакомства я желаю вам успеха. Также глава региона отметил, что у работников предприятия есть уверенность в завтрашнем дне. А в сегодняшних условиях это очень важно. У каждого работника предприятия есть уверенность в завтрашнем дне, и что завтра не придет обидевшийся кредитор и не заберет предприятие, не навяжет какую-либо неприемлемую процедуру банкротства. А попытки захвата предприятия были, но работникам совхоза удалось его отстоять. Сегодня на Звениговском создан полный производственный цикл. От выращивания скота и производства собственных кормов до реализации готовой продукции. Совхоз неоднократно удостаивался как российских, так и международных наград. Росавиация аннулировала летные свидетельства сотен пилотов, обучавшихся в негосударственных авиационных центрах. В связи с этим работники отрасли просят международную организацию гражданской авиации проверить законность действий ведомства. Пилоты опасаются, что в ближайшее время Росавиация может отозвать еще около тысячи дипломов. Коротко о других новостях в стране. Правительство России выделило почти 116 миллионов рублей Бурятии и Иркутской области на ликвидацию последствий пожаров. Средства пойдут на оказание материальной помощи жителям пострадавших регионов. Ранее в 51-м субъекте Российской Федерации был введен особый противопожарный режим. Турция сняла ограничения на ввоз российской пшеницы. Об этом сообщает агентство «Блумберг» со ссылкой на Министерство экономики Турции. Накануне российский президент Владимир Путин встретился в Сочи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Главы государств договорились о снятии ограничительных мер во взаимной торговле. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал законопроект, согласно которому на реновацию жилья из бюджета столицы будет выделено почти 100 миллиардов рублей. Средства будут направлены на выполнение подготовительных мероприятий для строительства новых домов. Первый летный экземпляр российского узкофюзеляжного самолета МС-21 покинул цех окончательной сборки завода корпорации «Иркут». Все заключительные этапы работ, включая первый испытательный полет, будут проводиться в режиме секретности. Разработчики ожидают, что воздушное судно отечественного производства составит конкуренцию самолетам «Боинг-737» и «Эйрбаз-А320». В Москве прошла первая репетиция воздушной части парада «Победы». В тренировке приняли участие 72 летательных аппарата. Главной особенностью авиационного парада в этом году станет новое построение самолетов и вертолетов в воздухе. Правительство России заявило о выполнении майских указов Владимира Путина почти на 92%. К маю этого года Кабинет министров должен был выполнить 180 поручений из 218. Однако отчитались лишь о 165 из них. В некоторые свои скрытые сущности они, безусловно, выполнены. Привожу пример. Все, что касается доведения средней заработной платы, врачей, учителей и так далее, да что-то там, соответствующего в регионах, выполнены самым изначально нами прогнозирующимся, варварским способом, путем радикального уничтожения общедоступной медицины, образования и так далее, путем радикального сокращения врачей, учителей, койко-мест, школ, малых городов и сел и так далее, и так далее. Выполнена. Выполнена, но абсолютно не в наших интересах. Правительство предоставило данные о выполнении указов президента в день, на который было назначено совместное заседание Государственного совета и президентской комиссии, созданной для надзора за исполнением майских указов. На заседании Владимир Путин похвалил правительство России и руководителей регионов за выполненную работу. Цитата. Подчеркну, достигнутые успехи должны стать основой для движения вперед. Только так можно ответить на запросы людей. Они сегодня уже ориентируются на самые высокие мировые стандарты. А это значит, что нам предстоит решать все более сложные задачи. Конец цитаты. Напомним, что в рамках исполнения майских указов планировалось достижение ряда социально-экономических показателей. Среди них увеличение в полтора раза реальной заработной платы и производительности труда к 2018 году, обеспечение доступным жильем 60% семей к 2020 году и создание 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Стоит отдельно отметить, что так называемые майские указы президента Владимира Путина были подписаны в период присоединения России к Всемирной торговой организации в 2012 году. Это событие, уверены эксперты, стало для нашей страны точкой отсчета потери государственного суверенитета, что по факту сделало бессмысленным исполнение указов. Одной рукой вроде как мы что-то красивенькое вам сделаем, но варварским способом, о котором я сказал, а другой рукой закрепление прямой зависимости технологической, промышленной и прочей отсталости России на десятилетия вперед. Вот такая двурушническая игра. Поэтому при такой двурушнической игре и никакого отчета иного, кроме двурушнического, к сожалению, ожидать мы не можем. Во Франции завершились теледебаты кандидатов президента страны Эммануэля Макрона и Марин Липен. Соперники разошлись во взглядах на все актуальные политические, экономические и социальные вопросы. Согласно результатам опроса социологической службы ЭЛАП, предпочтение Макрону отдали 63% телезрителей, Липен – 34%. Сегодня национальное самосознание Франции, оно отправляется в определенное русло, так чтобы выявить тоже, как бы дать возможность выйти по Арам, они, значит, сегодня национально мыслящих французов натравляют на мигрантов, в свою очередь мигрантов натравляют на права популистов. И таким образом, сталкиваясь лбами, отводят основного от самого главного, так что в это время делает крупный капитал. Так что это все такая очень хорошо продуманная политическая игра, и совершенно закономерно, что Макрон должен был победить. Напомним, второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая этого года. Коротко о других новостях в мире. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект по противодействию скрытому влиянию России на другие страны. По мнению американских парламентариев, Москва использует манипуляции в СМИ, теракты, убийства, нарушения прав человека. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, русофобская кампания, развязанная при администрации Барака Обамы, сохраняет инерцию в США и сегодня. Телеканал Аль-Жазира снял постановочные кадры очередного применения сирийской армии химического оружия против мирного населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник. По данным агентства, в съемках были задействованы около 30 пожарных машин и карет скорой помощи, а также для 70 местных жителей с детьми, которых привезли из лагеря беженцев. Организаторы Евровидения могут ввести санкции против России и Украины за нарушение регламента песенного конкурса. Об этом сообщил председатель референтной группы конкурса Франк Дитер Фрайлинг. Он подчеркнул, что Киев должен был обеспечить участие всех конкурсантов. Горняки нескольких шахт Криворожского железнорудного комбината объявили забастовку, отказавшись подниматься на поверхность. Шахтеры требуют повышения заработной платы. Независимый профсоюз Горняков призвал помогать протестующим, чтобы защитить их от давления властей. Минспорта предлагает облегчить правила ввоза в Россию шампанского для чемпионата мира по футболу 2018 года. Уведомление о начале разработки соответствующего законопроекта было размещено на портале проектов нормативных правовых актов. По условиям спонсорских соглашений FIFA для организации и проведения мероприятий потребуется ввоз импортного шампанского, и оно не может быть замещено шампанским отечественного производства. В таком случае, как же будут праздновать футболисты победу российской сборной нероссийским шампанским? На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до свидания!